Здравствуйте, дорогие! Вот и пролетела еще одна неделя, с результатами которой я вас знакомлю немного с опозданием, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Была в командировке, возможности в субботу записаться не было. В двух словах, спустя полтора года в результате коронавируса мы с главами на совете глав не встречались, поэтому по инициативе губернатора была такая встреча организована. Кроме того, в селе Ивановка состоялись тактико-технические учения глав по предупреждению ликвидации пожаров. На совете глав мы обсудили типичные проблемы для муниципальных образований сегодня и пути их решения. Совещание проходило под председательством губернатора. Подробнее расскажу вам в следующий раз. Далее, хотел бы поблагодарить жителей города Тында, которые активно откликнулись на призыв собрать подписи для установки детских комплексов в крупных дворах и в отдельных микрорайонах. Продолжаем собирать подписи до середины апреля. Далее, значит, уже сегодня Сидоров Валентин Федорович уже приступил к приобретению этих комплексов. Мы определимся в середине апреля, куда мы их будем ставить. На следующий год будем привлекать также и депутатов, и предпринимателей к установке этих площадок. Поэтому в следующем году мы продолжим нашу программу установки детских площадок во дворы. Далее, мы продолжаем заниматься контролем в сфере деятельности по продаже алкоголя. Опять в магазине Фаина теперь уже нашим сотрудникам изъяты нелегальные водка и вино. Мы продолжаем проводить рейды, поэтому в июне, июле, августе готовьтесь, к вам тоже придем. И будем изумать нелегальный алкоголь и контролировать вас в сфере продажи алкоголя. Напоминаю, что есть установленное время, в которое вы можете торговать. Без лицензии торговать вообще запрещено. С 1 апреля областной штаб решил сделать послабление в части заполнения зрительных залов. До 75% можно теперь наполняемость осуществлять. Поэтому танцевальные коллективы готовятся к отчетным концертам. Будем устраивать другие концерты. Кроме того, сообщаю хорошую новость. Последнему звонку и выпускным вечерам быть. В ближайшее время компания ООО «БСК Взрывпром» приступит к реализации проекта «Бамовский Арбат». Напомню, всероссийский конкурс мы выиграли. Малые города и исторические поселения в общей сложности 90 миллионов рублей на строительство большой пешеходной зоны, пешеходной улицы и двух скверов. В данный момент ведется закупка малых архитектурных форм и строительных материалов. В конце апреля компания приступит к реализации проекта. Кроме того, по спортивной площадке, которая находится на спортивной, мы обнаружили некоторые недостатки. Поэтому выдали уведомление компании «БСК Взрывпром», которая делала эту площадку спортивную на улице спортивной. Они сейчас устраняют недостатки. По поводу дорожной техники. Произошло досадное недоразумение. В областных СМИ выдана информация о том, что потребность города Тында в дорожной технике по областной программе поддержки муниципалитетов не заявляла. Это недоразумение. Завтра в областных СМИ выйдет новая информация, исправленная. Разумеется, потребность мы заявляли, и достаточно много. Мы попросили шесть единиц техники, потому что нам катастрофически ее не хватает для уборки города. В июле с первым траншем, так же, как и в другие муниципалитеты, к нам поступит средний грейдер. Это начало. В дальнейшем правительство Мужской области намерено продолжить эту программу помощи муниципальным образованием по дорожной технике. В субботу состоялось заседание Танинской городской думы. Приняты достаточно важные документы для развития нашего города. В частности, это изменение в городской бюджет, которое позволит нам выполнить часть поручения губернатора, а также максимально комфортно сделать городскую среду. Кроме того, принято решение о вынесении изменений в устав в соответствии с законодательством на публичное слушание, которое состоится 16 числа апреля в 11 часов. Напоминаю, 75% ограничений по вместимости залов, поэтому жители города Тынды смогут прийти на публичное слушание. Ну и было принято решение думы о согласии на принятие в муниципальную собственность помещений ОРТПЦ для создания там приюта для бездомных животных. Вкратце, по прошлой неделе это все. В субботу я вам расскажу об итогах этой уже недели рабочей. До субботы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА